сейчас мы с вами будем рисовать нижние цветочки краски старайтесь брать очень мало потому что она очень быстро сохнет акриловая краска а если у вас дома работает кондиционер отопление или окно открыто то она засыхает в два раза быстрее поэтому лучше лишний раз еще раз дополнить положить на тарелочку чтобы она не засохла не испортилась так вот у нас центр цветка из этого центра идут он более темный и расходится по лепесточкам в этой картине есть сложность в том что очень много лепестков которые одни повыше другие пониже которые накладываются друг на друга и отделить одни лепесточки от других это очень важно не запутаться где и что находится нижние листочки лепесточки у нас всегда самые темные потому что они находятся внизу под верхними лепесточками а верхние светлые потому что на них падает свет солнышко поэтому логично что нижние темнее верхние светлее цвет которым я сейчас рисую называется мадженто также он у разных производителей может называться абсолютно по разному самое главное чтобы цвет был яркий иногда этот цвет цикламен иногда называется ярко-розовый но желательно чтобы в каждом цветочке присутствовало три тона более темный средний тон которым мы сейчас пользуемся и и тон приближенный к белому но чисто белой краской я не рекомендую красить потому что белой краской мы наносим блики солнечные блики вот розовый цвет я его смешиваю с белым чтобы был светлый оттенок но не белый он будет приближенно к белому но не чисто белый цвет Смотрите продолжение в 3 части. И потом, когда мы нарисуем все лепесточки, то самым последним жестом будет перламутровая белая краска. Наносится как блики. Не везде, но там, где вам хочется нанести по интуиции. Посмотрите. Во всех местах не надо наносить. Сделать несколько бликов перламутровой белой краской, это будет красиво. Просто надо помнить, что сама по себе белая перламутровая краска, она не дает тот тон, оттенок, чтобы красить только ей. Если я сейчас возьму перламутровую белую краску, она будет полупрозрачной. Есть краски, которые кроющие, которые придают плотный такой цвет. А перламутровые краски, где есть блеск, глиттер, те полупрозрачные. Они могут только придавать оттенок, блеск, перламутровый отблеск. Но давать цвет, такие краски не могут. И так, там где темно, темная полоса, мы дальше рисуем светлые. И на рубеже темного и светлого у нас возникают лепесточки. Желательно, чтобы присутствовали три тона. Темный, средний и светлый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 передаем ему темный оттенок и здесь тоже выглядят листики намекаем, что листики здесь есть и сейчас чуть повыше мы тоже не будем вырисовывать отдельно просто дадим небольшой намек что есть что-то зеленое здесь в середине у нас есть зелень сейчас мы ее сделаем поярче переводим в другую сторону так и так Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наша картина почти закончена Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»